Дебаты Михаила Попова и Бориса Юлина Дебаты Михаила Попова и Бориса Юлина Вывешены на том ресурсе, который эти дебаты организовывал Это Station Marks, за что я приношу как участник этих дебатов Station Marks свою благодарность И также на ресурсе Len.ru Поскольку Station Marks поделился этой записью и с этой компанией Что можно сказать по итогу этой передачи? Тем более, что уже имеется текст письменный этих ресурсов И можно в деталях анализировать, что кто говорил и что в итоге получилось Дискуссия пошла по каким вопросам? Во-первых, по вопросу о том, что такое фашизм во внешней политике Есть ли он? Затем по вопросу о том, что такое финансовый капитал И есть ли он в России, и где есть? И третий вопрос, это вопрос о том, как вообще устанавливается процентная ставка Как соотносится процентная ставка и норма прибыли на авансированный капитал Ну вот давайте эти вопросы кратко и рассмотрим Что по этому поводу утверждали участники дискуссии И что, так сказать, в итоге получилось Значит, по вопросу о том, что такое фашизм во внешней политике Участники дискуссии использовали совершенно разные определения Определение, которое я использовал Это определение Георгия Димитрова Которое было дано на 7-м Конгрессе Коминтерна Им в докладе И который, если Борис Витальевич почему-то решил, что оно было Просто выступлением Георгия Димитрова на процессе По поджогу Рейхстага Это не так И это определение вошло в решение 7-го Конгресса Коминтерна Как показало обсуждение, Борис Витальевич Вот этого определения, которое дал Коминтерн То есть коммунистического определения не придерживается Он сочинил свое определение составное Из двух частей К этому определению Димитрова Он еще добавил и некоторые рассуждения Муссолини По поводу солидаризма и корпоративизма А вот этот солидаризм и корпоративизм Относятся уже не к политике Относятся к идеологическому выражению То есть к позиции самого Муссолини По вопросу о фашизме Поэтому у Бориса Витальевича Появилось комбинированное такое определение Я бы сказал такое Коммуно-фашистское Но это только на первый взгляд она коммуно-фашистская Поскольку если вот эти слова Муссолини Не принимается во внимание о корпоративизме И о солидаризме Если они не принимаются То тогда уже не считается деятельность фашистской И политика не считается фашистской То есть на практике решающим в этом комбинированном определении Являются слова Муссолини А не слова Димитрова Поэтому на самом деле это определение фашистское И годится только для прикрытия фашистской политики Для того, чтобы говорить, что ее нету Поэтому и получается у Бориса Витальевича Что у нас фашизма Что вот американского фашизма во внешней политике нет Ну раз его нету Так сказать, это и нужно то, что Требуется для тех, кто проводит эту фашистскую политику То есть американскому финансовому капиталу Который внутри страны Не осуществляет фашизм А за пределами он считает, что по отношению к другим народам Можно вести себя так, как ведут фашисты То есть осуществляют открытую террористическую диктатуру Наиболее шеведистических, наиболее империалистических, наиболее реакционных элементов финансового капитала Второе определение, которого не держится Борис Витальевич, хотя он его не отрицает Вот я несколько раз говорил и думал, что Борис Витальевич это знает Тем более, что это написано Лениным в книге «Империализм» как высшая стадия Что финансовый капитал – это не банковский И это не промышленный И это не промышленный, который господствует над банками А это банковский, который сросся с промышленным благодаря тому, что банки взяли над промышленным капиталом вверх Вот что это такое Это банковский, сросшийся с промышленным А он приводит такие примеры У нас, говорит, есть вот «Газпромбанк» Ну, «Газпромбанку» принадлежит «Газпром» Или «Газпромбанк» принадлежит «Газпрома» Но все же знают, что «Газпромбанк» – это маленький банк, который нужен для ведения каких-то текущих расчетов к «Газпрому». Или он говорит, Борис Федорович, про другие корпорации, у которых есть и банки. Ну вот есть такой жулик Пугачев, который был членом Совета Федерации и имел в собственности и Балтийский завод, и Северную верфь, который, как известно, выпускает и военные корабли, и ледокол выпускает атомный Балтийский завод. Вот это все в собственности было у Пугачева. И у него был для его махинаций личных и в собственности Межпромбанк, который тоже, так сказать, закрылся и разорился. Вот этот Межпромбанк вовсе не господствовал над Балтийским заводом и над Северной верфью. Это, так сказать, организация, которая представляет собой мелкий банк, ничего серьезного собой не представляющий. То есть не держится, Ларис Витальевич, определение финансового капитала. Поэтому он никак не может понять, есть финансовый капитал в России или нет. Наличие банков и наличие маленьких банков у крупных компаний не является признаком финансового капитала. Более того, значит, я говорил, что сама практика, которую осуществляет наши банковские учреждения, или учреждения, которые называются банками, когда ставка процента превышает прибыль, норму прибыли. А норма прибыли – это отношение прибыли к авансированному капиталу. Но несмотря на то, что я вот и раз, и два это объяснял во время дискуссии, по-прежнему я убедился, что Борис Витальевич не понимает, что такое прибыль, и что такое отношение прибыли к авансированному капиталу, и не понимает, как соотносятся они с банковской процентной ставкой. Поэтому я хочу это разъяснить на совсем простом примере. Вот есть предприниматель, он авансировал 100 миллионов. Норма прибыли сейчас – это отношение прибавочной стоимости, которую он получает, к авансированному капиталу. Вот норма прибыли сейчас 10%, будем считать, для простоты. На самом деле меньше в промышленности, меньше, чем 10. Тогда, значит, если он авансировал 100 миллионов, он получит еще 10 миллионов дополнительно. Это и будет само вырастание капитала. Это означает, что теперь у него по итогам года не 100 миллионов, а 110 миллионов. Но он, как известно, стремится к расширению производства, к увеличению своего капитала. И он тогда прибегает к услугам банка. Если бы он был в Америке, и он обратился бы в американскую банковскую систему, он там мог бы получить под 2%. Значит, он бы получил еще 100 миллионов под 2%. Это значит, что он должен отдать с этих 100 миллионов 2%. Сколько? 2 миллиона отдать он должен будет. Итого, вот он авансировал уже не 100, а 200 сразу. 100 миллионов своих и 100 миллионов, полученных от банка. От своих он получил 10 миллионов, и все. А от тех, которые он получил от банка, он получил 10 минус 2% от 100 миллионов, то есть 8. И вот повторяет, как заученную фразу, Горис Витальевич, что чистая прибыль высчитывается за вычетом банковского процента. Да, когда есть такой процент, что есть резон брать вообще этот самый займ у банка. А если и нет резона, то она и не считается, потому что вовсе не все прибегают к услугам банка. К услугам, такие, какие нам предоставляют наши так называемые банковские учреждения, когда там 7,75 плюс еще 7 коммерческие банки добавляют, 14,75, просто не могут прибегать промышленники. Так вот, что в итоге получил капиталист в результате такой операции с помощью банка? Он получил, что он теперь обладатель не 110, а 110 плюс 8. То есть он в результате того, что он прибегал к банковскому займу, он получил выручку 118, а прибыль получил сколько? 18 миллионов. Так 18 миллионов на 8 миллионов больше. А если он пойдет в наш российский банк и попросит, чтобы ему дали 100 миллионов, ему дадут. И ему нужно будет, вот он также получит 100 миллионов. 100 миллионов у него своих, 100 миллионов у него банковских. Свои дали ему 10%, то есть 10 миллионов. А у банковской ставка 114. То есть он будет с этих 100, должен будет отдать 114. 100, то что он занимал, и процент 14. Значит, 10 он отдаст из тех, которые он занимал, а 4 придется ему взять из той прибыли, которую он получил. В итоге этой операции он получит уже не 10 миллионов прибыли, а за вычеты вот этой банковской процентной ставки он уже получит только 6 миллионов прибыли. И таких дураков среди капиталистов, Борис Витальевич, нет. Вот такие безграмотные люди, как вы, в экономическом отношении есть. И я уже даже не знаю, как еще это излагать, и как еще вам объяснять, потому что я вот преподавал политэкономию долго-долго на Матмихе, и потом преподавал ее на экономической кибернетике, на экономическом факультете. Но я вот таких вот студентов, которые такие вещи говорили, я сразу бы ставил им двойку. И вам бы поставили, если были вы моим студентом. Но вы считаетесь не студентом, а блогер, и пытаетесь решать такие вопросы, как фашизм во внешней политике и другие, хотя вы, а, неправильно даете определение, берете, меняете коммунистические определения фашистскими. Это раз. Во-вторых, вы не держитесь тех определений, которые вы принимаете, а именно финансовый капитал – это банковский сращенный промышленный, а не промышленный сращенный банковский, и при этом верховодит банковский. И в-третьих, вы не знаете элементарных вещей вообще, как считается прибыль, и как считается полученная чистая прибыль, если вы прибегаете к услугам банка. Вывод, что все ваши утверждения, которые на этом строятся, ложные. И получилось, что единственный результат вот этих ваших выступлений против тезиса о американском фашизме во внешней политике сводится к одному. Вы как бы прикрываете этот факт, что это фашизм на экспорт. Вы действуете в интересах американского финансового капитала. Вы скрываете, что это фашизм, и позволяете это внедрять. И те союзники, которые у вас есть, они в этом участвуют. И вы собрали целую рду, так сказать, союзников, которые поддерживают этот самый американский фашизм во внешней политике, причем поддерживают его внутри России. То есть внутри России очень много людей, которые поддерживают американский фашизм во внешней политике. Вот что показала эта дискуссия. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.